Добрый вечер, мы из Украины. Смотрите, люди красавцы, у нас за пару часов весь город, все перекрестки в шинах, все ждут команды, все знают, что делать. Смотрите, обращаюсь к вам. Первое, без моей команды ничего не ждем, потому что перемещается наша техника, пока чужой в городе не пахнет и не будет пока. Это меры предосторожности, чтобы у них не было вариантов. Второе, если это будет надо делать, я буду говорить, с какой стороны надо это делать и что прорвалось в город. Сейчас главное, чтобы мы сами не сожгли свои шины и так далее. Смотрите, чтобы не лазили никто из чужих. Третье, противник собирает силы, подступает к городу, у них задача закрепиться на окраине, у них даже первой задачи нет прорваться в город. Хотят брать нас в блокаду, поэтому спокойно двигаемся, все в порядке. Мы про них все знаем, их настроение, их переговоры, их носки, портянки желтые. И то, что они там, карты их, много всего забрали, много все знаем, анализируем. В плен берем, то есть сдаются все. Russians go home. Не хочется в вас стрелять. Знаете, просто, как сказал этот, забыл английский премьер Черчилль, что пленный, это оккупант, который приехал убивать, у него ничего не получилось, и он теперь просит пощады. Вот, ну такое. Мы-то знаем, что все, значит, они получили команду стрелять по мирному настроению. Сегодня мудаки расстреляли там стариков где-то, и у нас в городе воспитатели в детском саду, которые ехали в третий интернат, или нет, не в третий, ехали в интернат на смену поменять тех, которые там слетят за детьми. Но какими надо быть моральными уродами, чтобы расстрелять бус с учителями? Так, глядь, у нас уже еще одна колонна, мы сейчас уже не больше все заберем. Газ.